Махачкала город с хорошим географическим расположением. С одной стороны море, а с другой горы. Летний период, сезон отпусков и отдыха. В это время столица в особенности привлекает туристов. И первое, что они ищут, прибывая в город, это место, где можно доступно поесть. Заведений у нас много, но где кормят вкусно, знают не все. О том, как готовят в Махачкале и во сколько это обходится, выясняла Алина Хасанбекова. Махачкалинцы любят питаться в ресторанах, пробуя и турецкую, и грузинскую, и японскую кухню. Вкусно, дешево, разнообразно. И самое главное, приготовлено из экологически чистых продуктов, считают некоторые из посетителей. В центре города у нас достаточно хорошие кафе. Мне очень нравится, но я почти все здесь посетил. Я к ним отношусь положительно. Соблюдают ли правила санитарной нормы? Ну, я думаю, что, наверное, да. Потому что там уже их проверяются на педстанции. Вот у меня дочь работает, вот тоже только в ресторане. У них там конкретно везде, везде, везде. Все, проверки во всех, во всех, во всех. Все. И говорит, что очень вкусно, люди к ним ходят. Местные жители ситуют на некоторые, как они их называют, шоумешные забегаловки. Там, по их словам, абсолютно не соблюдаются санитарно-гигиенические правила. Как вы думаете, как у нас вообще в городе готовят? Мне кажется, просто когда с друзьями прохожу, шоумешных немножко готовят, они нечисоплопотно. Может, мне так кажется со стороны. Ну, хотелось больше как-то гигиенических нарушек соблюдать. Специально для этого мы отправимся по закусочным города и попытаемся понаблюдать за процессом готовки обычной шаурмы, которую так любят дагестанцы. Мы попросили одну из продавщиц показать нам процесс приготовления шаурмы, но нашу просьбу проигнорировали. Когда у вас будет заказ, мы хотели бы заснять процесс готовки шаурмы. Нам можно будет? Не снимайте, пожалуйста. Это видео, отснятое несколько месяцев назад, уже стало популярным. На этих кадрах видно, как в одном из прилавков кошка есть навезанное для шаурмы мясо. Где она? Вот так нас кормят, девушки. Роспотребнадзор по данному поводу заявляет, что без заявления потребители проводить проверки по пунктам питания не имеют права. Они обязаны при открытии уведомлять о своем открытии органы надзора, любые. Таким образом они должны потом попадать у нас под надзор. Но, учитывая, что сейчас президентские каникулы в отношении малого бизнеса, они имеют возможность функционировать без надзора после того, как они возникли в течение пяти лет. По словам Ларисы Фантиной, по жалобам потребителей проверки по точкам быстрого питания все же проводились. Как правило, ежегодно у нас бывают такие обращения от населения на выявляемые нарушения, какие-то неблагополучия в таких пунктах быстрого питания. И в таком случае проводится в рамках эпидемиологического расследования случаев отравления или заболевания людей, проводится расследование фактов и проверка санитарного состояния этих пунктов быстрого питания. Еда – это не только жизненная потребность, но и приятная ее часть. Ведь важно не просто, как говорится, набить желудок, а поесть с удовольствием. Возможно, в городе есть заведения, где при приготовлении еды соблюдаются все санитарные нормы, что нельзя сказать обо всех.